Вы говорите, может кому-то пригодится, я записываю. Давайте. Я новичок, меня зовут Наиля, мне 61 год. И вот последний ролик я ваш смотрела, вот сегодняшний, 12-го. Это какой ролик? Января, с Оксаной вы разговаривали. Это марафон, да? Ну да, марафон. Я не знаю, как это. Для здоровья и творчества, для развития творческих качеств. Но Оксана, она мне позвонила ночью, по-моему. Нет, вот у меня три человека, которые ночью позвонили, потому что мы договорились вчера на марафоне, что любой человек, у которого есть вопросы, у которых особо найти, у кого что-то не получается, из приема включил. Так они мне позвонили, я с ними вчера ночью записи делал, они мне задали вопросы, и вы это посмотрели, да? А, я думала, это вы сейчас сделали? Ну, хорошо. Так это ночью сделали, это было как раз, ну, это было бы два часа ночи, там, три часа ночи. Ну, хорошие ролики очень даже. Ну, они помогают, потому что другие люди смотрят, наши школы все смотрят, у нас все любознательные. И, конечно, кто чего-то там недопонимал раньше, он когда посмотрит видео, вопрос-ответ развернутый, он уже говорит, а потом мне пишут многие, пишут, да, так это здорово, слушай, такое открытие, да, вот. Ну, пишут, да, хорошие вещи пишут. И вам понравилось, да? Да, но у меня вот есть вопрос, потому что у меня немножко по-другому. У меня когда вот пик напряжения бывает, вот, ну, он как, я не знаю, как называется, в общем, ну, в общем, когда сильно мне вот тяжело, мышечное напряжение появляется. И такая боль, вот как вот, как спазм какой-то. Понятно. Сейчас, сейчас, сейчас. Крест, что мышцы заболеют сильно. По теме марафона у нас развитие творческих качеств. Ну, что-то получается, что ко мне выходят люди с проблемами именно здоровья. Нет, вот я просто вам... Я вам отвечу на вопрос. Это слово, что связано тоже. Я сейчас отвечу вам на вопрос, просто поскольку мы с вами разговариваем для всех, я поэтому для всех и делаю дополнительные пояснения, что этот данный марафон у нас не для того, чтобы лечить болезни. Мы вообще не клиника, никогда не занимаемся лечением. Мы обучением, навыкам управлять своим состоянием, чтобы каждый человек мог научиться регулировать свое напряжение. Я это поняла. Да, и как раз вы... Просто не рассказала. Видимо, не досказала вопрос. То, что я хотела бы именно вот согласование ума и тела вот это вот, в этот момент именно поймать. Может, я неправильно делаю. Я начинаю вот это место, что-то заболело, я его начинаю разминать, оно будет куда-то уходить потихоньку. Ну, правильно. Послушайте, вот, когда говорят слова, согласовать... Ну, правильно сделать как. ...эзиологические процессы. Человек не всегда понимает, что это... Ну, согласованность – это когда ты находишь себе такую гармонию, когда тебе хорошо, когда тебе хочется заниматься творством, дарить, любить, созидать. Это согласованное состояние. А когда не согласованное, тогда у нас где-то что-то не так. Вот колено болит там или зуб болит. Это значит, надо согласовать. Значит, надо уровень гармонии повысить, больше сделать уровень гармонии. И тогда вот этот больной зуб, он сам будет успокаиваться. Потому что мы не втыкаемся туда, в эту боль. Не отождествляем себя с этой болью. Потому что когда мы начинаем отождествлять себя со своей частью, то эта часть становится больше нашего целого. Ну, то есть, по существу, нам надо от этого как-то немножко эмоционально отрешиться, отвлечься, отвлечься. И когда мы отвлекаемся от зубной боли, она иногда и сама успокаивается. А чтобы это есть, когда мы отвлекаемся, механизм согласования внутренних процессов как раз таки работает. Мы ему не мешаем. Но мы можем ему помочь. Быстрее согласовать. Для этого мы делаем приёмы и упражнения, которые вызывают вот эту синхронизацию внутреннюю между психическими и физиологическими процессами. Например, подбираем действия, которые максимально подходят данному человеку. Любое. Любое действие настолько подходит. Ну, просто абсолютно подходит. Что ему даже стоит пожелать, и оно уже пошло. То есть, без всяких усилий. Значит, точно подходит. А если он пожелал, что рука пошла, например, наверх, это тест. Он проверяет. Моё желание исполняется? Раз рука пошла, да, исполняется. Значит, это действие точно ему сейчас подходит. И оно снимает лишний стресс. И человек через вот это действие называется левитация. Или идеорефлекторная, или идеомоторные приёмы. Это у нас есть ключевой стресс-тест. Когда вы сидите, просто представляете, что руки расходятся. Они начинают расходиться. В это время напряжение падает. Происходит согласование. И происходит состояние такой лёгкий транс. Потому что был стресс, а теперь нет стресса. Резкая смена состояния из минуса на плюс вызывает эндорфины. Включение эндорфинов. Меняется дыхание. Становится легче дышать. В голове становится яснее. Такое состояние возникает хорошее. И человек уже готов к творчеству, к созиданию. Ну, да, вот это ключевой стресс-тест. Если не получается, он подбирает другое действие, которое ему точно подходит. Он, например, делает повторяемые какие-то движения полминуты. И смотрит, подходит ему или нет. А для того, чтобы он быстрее подобрал, ему надо в этот момент думать, о чём думается. Мечтать, о чём мечтается. Потому что мечтание – это очень важно. Пока не мечтается. Ну, не мечтается. Да. А вот видите вы сейчас, что делаете. Видите? Вы меня слушаете, и одновременно там что-то вам мешает. И вы автоматически вот так делаете. Правильно? Возьмите там, найдите точечку между шеей и лопаточкой. Поищите там, поищите. Вот так держите ручкой, чтобы эта рука была свободной. Я телефон держу пока. А, ну положите телефон. Я вас научу сейчас. Да, это шацу называется. Точечный массаж. Шея – это 10 пальцев. Шея. Шацу – это точечный массаж. Вот эту ручку положите на эту ручку. Чтобы как опора была. Чтобы эта рука была свободной. И там этими пальчиками свободно. А сами думаете о своем. Какая-то у вас проблема, вопрос. Об этом мы думаем. У нас все приемы, когда мы делаем по ключу. Стресс-тест делаем. Или повторяем и движение. Или когда мы переживаем. Мы думаем, о чем думается. То есть нам не надо специально думать. А как там нажимать? А правильно я нажимаю или неправильно нажимаю? Надо идти по зеленой зоне. То есть делать. А если этих проблем много, получается, что мозг блуждает немножко. Пускай блуждает. Там не надо вот так вот специально думать только об одном. Не надо. О чем думается, о том и думаете. Переживаете. Вот вы о чем-то переживаете? Переживаете. Да, на фоне этих упражнений. Например, разминайте эту точечку и переживайте. Или делайте шалтай-болтай упражнение. Или делайте лыжник упражнение. Или лазайте там по канату. Ну, там моделирование есть у нас. Элементы КРШ-2. Но мы сейчас это не будем делать. Просто я говорю о том, что вы просто можете. Думая, о чем думается. Делать, как делается. Соединяйте две эти свободы. Свободу в голове и свободу в действии. И когда вы соединяете две свободы. Духовная и материальная. У вас снимается лишнее напряжение. И вы выходите на состояние внутренней гармонии. Ага. Так поделать. А у вас там есть точечка, которая болит? Нет? Еще раз. Нашли точечку, которая болит? Да, вот там разминаете. Я разминаю. И с другой стороны разминаете. А потом делаете... А с другой не болит? А? А с другой не болит, только с этой. Понятно. Тогда с этой стороны, да. Разминаете. Делайте всегда, когда делаете упражнения. Ищите, как делать, чтобы было приятно. Это называется зеленая зона. Идите по зеленой зоне. Если вы наталкиваетесь на какое-то упражнение. Например, у вас что-то не получается. И не надо это сейчас делать. Делайте другое. Подбирайте то, что получается. И когда вы занимаетесь... Вот вопрос сразу по ходу. Можно... В общем... Хайсай Макомедович. В общем, вот я, например, сделала вот эти упражнения, да. Потом сканирование, да. Или вот, ну, как сказать. Да, да, да. Там есть. Мы показывали. А потом сесть надо вот эту точку искать, да. Нуля там. Или как? Объясняю. Стадия после действия. Вот когда вы сделали сканирование. Ну, там вот так головой поделали. Потом на уровне плеча поделали. Потом на уровне бедра поделали. Потом на уровне колен поделали. Потом на уровне ступни поделали. Потом сделали там хлёст руками по спине, лыжника сделали. Ну, там вот сделали вот эти упражнения по полминутки. Потом сели, сделали взгляд рассеянный. Это называется стадия после действия. Сделали взгляд рассеянный, сидите, тупите, думайте, о чём думается. Не надо в точку вот упереться и смотреть в точку. Не надо искать точку. А если глаза начинают бегать, вот просто закрыть их и всё? Ну, куда они бегать начинают? Ну, стены рассматриваются. Ну, как-то на одном месте не стоят. Не надо их стоять на одном месте. Я вам сейчас просто объясняю. Чтобы я вам просто объяснил, я вам приведу пример. Бывало такое, что вы в поезде ехали и в окошко смотрите? Да. Вы помните, что в какой-то момент вы в окошко смотрите, а не разглядываете деревья, которые... А просто сидите и задумались. Состояние задумались. Помните? Так это и есть состояние задумчивости. Когда сел после сканирования, после упражнений, сел и задумался. А вы же сказали, что глаза надо выше поднять и смотреть в одно место. Это же в другой части, я говорю. Это когда вы делаете упражнение, например, вы делаете... Я, значит, сама не поднялась. Стояние задумались. Можете поднять выше уровня горизонта. Как обычно делают, когда люди молятся, они же вверх обращаются взгляд. И уже поворачиваются глаза наверх. Но то же самое и здесь. Вы держите руки вот так. Воображаете, что они расходятся. Переживаете о том, о чём вам переживаются, ваши проблемы. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А если не переживаете в этот момент, а само как-то идёт потихоньку... Не переживать, да? Нет, ну, конечно. Заставлять себя. Вот послушайте меня. То ли из-за напряжения, то ли потом у вас в школе так учили. Вы такая исполнительная, что вам надо капелька за капельку по пункту, прямо детально, точно, вот именно по шагу, во всё, вот так, вот так, аккуратно, конкретно. И за этим самым мысль ускользает. Когда я вам привёл пример, что можно просто сидеть в задумчивости, например, уехали в поезде или, например, в школе на уроки. Мы устали, задумались, сидите на уроке и задумалась. А учительница подходит, хлоп тебе в линейкой полгу, ты где? А ты так, а? И очнулась. Вот в тот момент задумчивости, как раз у вас и было состояние, когда глаза никуда не бегали. Поэтому, когда вы сделаете сканирование, вот эти упражнения ключевые, потом сядете, страдя после действия, момент истины называется. Здесь надо вот так сидеть. Как задумалась, как задумалась. Взгляд по этому, я говорю, рассеян. Не бегать по предметам, вот, туда посмотреть, сюда посмотреть. Нет. А задумалась. И вот так сидишь в задумчивом состоянии. Ну, так бывает, когда очень много поработала, устала, тоже пример. Устала, очень сильно села, вот так вот. И задумалась. Вот это вот бывает в состоянии задумчивости, нет? У вас когда последний раз было такое? Ну, да, меня как-то не помню, даже честно говорю. Ну, было раньше? Музыку слушали. Или на берегу моря сидели, смотрели, как волна плещется. Было такое, да? Ну, это же есть задумчивость. Созерцание называется. Или когда огонь в камине, там поля не отрещат, пощелкивают искорки. Или свеча, сидит девушка, смотрит на свечку и задумалась, замечталась. Она же в этот момент не бегает глазами? Нет. Ну, я про это, до чего я примеры и привожу, чтобы было понятно. Мысль. Вы меня слышите? Да-да-да, я слушаю. Так. Что у вас не получается, скажите? Ну, вот у меня еще, мне получается, мысли, вот, как сказать, надо на себе сосредоточиться. У меня иногда вот то, что у близких там что-то не так плохо, например. Ну, как вот. А зачем надо на себе сосредоточиться? Не надо ни на чем сосредоточиться. Не надо. Не надо. Вот эти мысли, я имею в виду, негативные идут. Не обо мне, а иногда вот о близких. Как вот. Давайте еще раз, давайте еще раз. Я очень сожалею, что в нашей школе, несмотря на то, что тысячи лет написано, давно было, познай себя, в нашей школе даже урока нет такого познания себя. Урока самопознания в нашей школе нет. И поэтому люди очень сильно зависят от разных рекламных методов. И старых, которые тысячи лет разработаны, медитации, там, или всякие дыхательные, гипнастики. Ну, очень много-много. Очень люди зависят. И они как увидят там что-то, или другие названия там какие-то новые, тем же методом дают. Или там что-то новое они увидят. И они, ну, как это делать? Что в этот момент надо? Ногу поднять или опустить? Надо вдохнуть или выдохнуть? А саму мысль, да, о самом мысль, да, не объясняют. То есть, по существу в нашей школе учат оперировать большими объёмами информации, не вникая в смысл вопроса. Детишки тоже обучаются большие там объёмы информации оперировать. А вот в эти смысл вопроса нас не учат. А вот когда вы, когда вы слышите разные примеры, разные примеры, например, что взгляд рассеянный, это как бывает на берегу моря задумывалось, уже понятнее, уже понятнее. Или, например, когда я там говорил, когда вы делаете упражнения, ключевые приёмы, если у вас есть переживания, переживайте. Вам не надо в этот момент стараться их убирать. Вам не надо стараться думать о чём-то конкретном. Не надо. Пустите эти переживания. Не о себе ваши переживания, а о родителях. Так переживайте о родителях. То есть, мы говорим о чём? Соедините ваши переживания с этими приёмами. И вы увидите, что ваши переживания происходят быстрее, мягче, мягче. И потом вы садитесь, и после действия чувствуется такое состояние освобождения. Если вы соединяете. Поэтому у нас простой приём, например, шалтай-болтай. Когда человек стоит, болтается. Это же дети так сами делают. Стоишь, болтаешься, а сам переживаешь. И получается что? Получается то, как ребёнок на руках у мамы. Ребёнок переживает. Ну, там у него игрушку забрали. Или там он голодненький. Или животик болит. Ну, ребёнок переживает. Плачет, а мама берёт его и покачивает. Правильно? Угу. И здесь то же самое. Ты переживаешь. А сам себя вот так вот качаешь. И когда ты переживаешь, у тебя автоматически получается ритм. Ритм покачивания становится синхронным уровнем твоего переживания. Чем больше ты напрягаешься, тем чаще у тебя это получается. Всё равно, как ребёнок плачет, и мама его чаще качает. Поэтому, когда вы делаете и переживаете, не надо там думать, об этом переживать или об этом. А что в голову лезет, о том и переживаете. Только на фоне этого приёма. Когда вы соединяете душевные переживания с физическим повторяемым действием, повторяемым, или вот этим вот идеорефлекторным, когда соединяете, у вас быстрее происходит выход из этого, из комфортного состояния, в комфортную, в гармонию. Когда вы были в стрессе, буквально через пять минут вам уже хочется там петь, там смеяться. Много. Я понятно объясняю? Да, понятно. Очень даже доступно, хорошо. Ну теперь тогда вы мне ответьте на вопрос. Я хочу, насколько я понятно объясню. Вы мне, пожалуйста, ответьте на вопрос. Допустим, вы над чем-то работаете. У нас этот марафон посвящён развитию творческих качеств. Потому что сейчас люди должны адаптироваться к новым условиям, они непростые. И без развития творческих способностей, творческих качеств невозможно адаптироваться ни к чему. Развитие творческих качеств как раз у нас происходит за счёт того, что вы подбираете те приёмы, которые вам подходят. Вы ищете, какой приём приятнее сделать, что приятнее сделать. То есть вы по существу перебираете для себя индивидуальные приёмы, которые тренируют творческие качества. Потому что искать то, что вам легче, нас никогда не учили. Нас всегда учили преодолевать трудности. А вот для восстановления утраченной гармонии надо как раз таки отдыхать. Восстанавливаться. Поэтому люди ездят в санаторий, чтобы отвлечься, отдохнуть. А вы так пять минут в день отдыхаете. И поэтому делайте так, как вам нравится. То есть ищите приёмы по критерию, которые вам максимально комфортны. Если вам нравится вот так делать, делайте так. Если так не получается, делайте по-другому. Так не получается, делайте по-третьему. Вот этот подбор приёмов по критерию максимальной комфортности, это всё равно, что вы платье примеряете по размеру. И когда вы находите приём, который у вас легко получается, у вас снимается напряжение. Поэтому мы давали на первом занятии алгоритм сканирования. Сначала головой так делайте в приятном ритме. Потом на уровне плеч в приятном ритме. Потом на уровне бедра в приятном ритме. Потом на уровне колен приятно. Как вам приятно. А кто-то говорит, а мне трястись хочется. Трясись. А мне плакать хочется. Плачь. Да, там всё, что вырывается в этот момент, когда мы делаем тасканирование. Человек делает, и когда он делает то, что ему хочется сделать, у него получаются эффекты внутренней свободы. А лечиться может только свободой. У меня голова зачисалась даже. За час, по чуть-чуть. Я так долго говорю, чтобы... Нет, это мне просто не знаю, что происходит. Как настроение? Хорошее. Отличное. У меня ещё вопрос был по... По жилищным вопросам. Вот люди это чатом присылают. Мы же не занимаемся. Нет, нет, просто по приглашениям. Я их пригласила на вебинар. Вот, видимо, как-то надо уметь ещё приглашать людей. Нет, а при чём тут же лишние вопросы? Ну, они просто сказали, что... Как сказать, они начали там то, что... Над моим возрастом смеяться, и то, что это... Ну, как будто царя я себе придумала. Я ничего не понял. Ссылку на ваши эти ролики дала. Какая связь между жилищным вопросом и нашим ключом? Они вот только уперлись, и они говорят, вы найдите себе людей по интересам, и им эти ролики типа, что предлагайте вот. Кто уперся? Ну, вот люди, которые занимаются именно вот этими борьбой там ЖКХ, да. Ну, они к нашему марафону имеют отношения? Нет? Нет, просто вы сказали, приглашайте людей. Кого хотите, да. Кого вы хотите помочь, хотите кому-то? У нас очень много людей, вот он знает, у неё брат там, допустим, у неё утомляемость высокая. Как ему помочь? Так, мы говорим, так возьмите, пригласите на вебинар. Или там подруга, подруга, она в депрессии какой-то, постоянно плачет, не знает, как найти работу. Тогда пригласите на марафон, пригласите на вебинар. Конечно, я бы об этом говорил. Я почему к ним обратилась? Потому что, когда я сама свои вопросы решала именно, ну, узнавала, чем они занимаются, и пробовала в эту суть, как бы, этих новых постановлений, правительству вникнуть, что там происходит, в общем. И, как сказать, ещё хуже от этого заболела. И поэтому я, как сказать, к ним обратилась. Думаю, ну, есть такие же люди, которые эту дисгармонию, наоборот, получают. Ну, конечно, слушайте. Стресс. Думаю, может, они лучше себя подготовят, а потом будут решать эти вопросы. Я не совсем вас понимаю, о чём вы сейчас говорите, но я так в целом понимаю, что вы имеете в виду... Да, в этот час обратилась. Есть такие люди, которые там, допустим, связаны с какими-то вопросами, ну, там вы говорите, ЖКХ, да? Ну, да, что вопросы, что вот сейчас несправедливо, там, что куда-то деньги уходят за границу, в общем, что мы платим. В общем, вот такое вот. Ищут какие-то законы, там, всё, в общем. Ну, есть такие люди, которые этим занимаются. А вы к этому какое отношение имеете? Ну, я, как сказать, то, что... Ну, искала тоже решение своих проблем, уже личных, может. Понятно, я понял, понял. Ну, и сказали, как вам решить свою проблему. Да. И чтобы этим людям посоветовали, чтобы они к нам на вебинар пришли? Да, ну, как сказать, я просто... Они же не понимают. Такие же люди могут быть пострадавшие. Просто когда у людей и так стрессы, да? И они ещё начинают вот эти проблемы грузить, вот, несправедливости, там, ещё что-то. И человеку ещё хуже становится. Я вас понял, понял. То есть вы увидели, что люди из-за этого ЖКХ страдают, и вы разрешили им помочь нашим вебинарам, да? Да. Я понял. А они никак понять не могут, зачем вы им это предлагаете. Потому что они... Это очень хороший пример, что когда человек занят какой-то своей проблемой, а кто-то ему предлагает на велосипеде кататься, допустим, допустим, это пример, он не может никак связать, причём тут велосипед и причём тут его ЖКХ, правильно? То есть связи нету логической. Конечно, конечно. Поэтому мы там обычно для того, чтобы связь была, мы говорим, чем бы вы ни занимались, ЖКХ там, или, допустим, спортом, готовитесь там к чемпионату, или пишите диссертацию, или, допустим, вы пошли к гости, а хозяева ушли и забыли про вас, и вы расстроены. Вот чем бы вы ни занимались, вам всегда поможет методика регулировать своё собственное состояние, чтобы вы могли поддерживать себя в хорошей гармонии. То есть мы для этого объясняем. Потому что... А я ролик выслала, Хосе Магомедович. Я же им выслала ролик, где вы приглашаете на марафон. Да, я думаю, что они настолько заострены на другом в этот момент, что они могут понять, для чего им это нужно. Это же целая наука, как привлечь внимание человека. Вот женщины для этого красятся, краситься, прически делают, много чего делают, правда? Ну вот они же понимают, как внимание привлечь сложно. Особенно в мегаполисе, где много девушек, все они разные, ну как привлечь внимание? Вот сложно, правда? Они вот на это тратят время, они ногти себе там, маникюры там, они поддерживают кожу лица, что они еще там делают? Дыхательную практику, чтобы свежо выглядеть, правда же, да? Ну, осанку меняют. Осанку меняют, правда же, да? И вот у них, у девушек, есть такой момент очень важный. Бывает такое, допустим, простудилась, или еще что-то такое, и тебе кажется, когда ты проснулась, и тебе кажется, что ты, ну и выглядишь плохо, и даже смотреть на себя не хочется, такое плохое состояние. А посмотрела на себя в зеркале, и вдруг ты увидела, что ты хорошо выглядишь. И сразу у тебя и настроение поднимается, то есть получилось какое-то маленькое волшебство. Потому что, когда ты себя плохо чувствовала, ты начинаешь себе воображать, ой, как ты плохо выглядишь, как ты начинаешь себе увеличивать это. А когда на себя посмотрела со стороны, получилось как волшебство такое. Раз, а я неплохо выгляжу. Так, так, еще так, подремонтировалась. Так, о, хорошо выгляжу. Правда же, да? То есть она через то, что она соприкоснулась, обратная связь с внешним своим видом, лучшим, чем ей казалось, когда она была в плохом, таком внутреннем состоянии. А эта обратная связь, такая положительная, как комплимент, когда говорят, ой, как вы хорошо выглядите. И ты уже сразу чувствуешь себя лучше. Потому что человек нуждается в поддержке. С обратной связью. Вот, посмотри. Поэтому девушка красится. И когда спрашиваешь мужика, а девушка, да нет, это я для себя. И частично она права, потому что она себя хочет чувствовать вот так вот, хорошо, уверена. Поэтому она красится. И не только для мужчин. И для себя тоже. Чтобы почувствовать, что она вот такая героиня. Героиня. Так вот, у нас метод ключ. Именно на этом построен. На обратных связях. То есть ты, когда делаешь упражнения, переживаешь, переживаешь, переживаешь. Делаешь упражнения, у тебя напряжение снижается, снижается. И там надо себе повоображать. И надо себя похвалить. И надо сказать, какая я молодец. Какая я умница. Надо себе эти комплименты сделать. Как вот это волшебное зеркало. Надо себе сделать комплименты. И вдруг ты начинаешь чувствовать себя увереннее. И вдруг у тебя болячка проходит. Потому что ты как-то выходишь из этого зависания. Потому что когда человек попадает в дискомфорт, в неопределённость, он начинает раздувать себе эту материю. Так раздувать. Он так воображает негативы всякие. И грузится. Из-за этого психосоматика возникает. А вы делаете эти упражнения? Хроническая. Если она хроническая, её тоже ведь можно преодолеть? Конечно. Конечно. Все неприятности, связанные с нервной системой, с воображением нашим. Особенно у девушек, которые к истерикам способны. Такие вот те же. Часто бывает. Они себе могут такое накрутить. Такое накрутить могут. У них очень много зависит от того, какой образ они вошли. Как актёры в кино. Они же в образ ходят. А некоторые актёры мне говорили, слушай, они как из образа выйти не могут. Он настолько вживается в образ актёр, ну, что выйти не может. Я там один пример приводил, как одна дама из трамвая, говорит, вышла. И оборки, оборки платья поддерживает. Которые у неё на сцене были, а не сейчас. Просто она её в образе, понимаете? То есть, а так можно войти в образ болезни. А ключ помогает оттуда выйти. Поэтому я вам просто советую, когда вы делаете эти упражнения, переживайте. О чём вы переживаете? Выпустите пар из этой бутылки. Переживайте, переживайте. И делайте это, как на руках у мамы качаетесь. Переживайте. И потом наступает момент, когда вы уже можете помечтать. И в этот момент вы начинаете. Я молодец, я красивая, я умница. Вспоминайте ваши подвиги в жизни. Когда вы были на высоте. Ну да, вы шли по улице, и все смотрели только на вас. Да-да, вы так посмотрели, и там-то один мужчина чуть в обморок не упал. Да-да-да-да-да. Ну, вспоминайте это, какая вы молодец. Это будет вам такое волшебное зеркало. Обратная связь положительная, которая вас поддерживает. И вы выйдете из любого стрессового состояния, а уже и окрепшие вы идите оттуда. И в следующий раз вам захочется еще так поделать. Еще поделать. Ну, хотя бы пять минут в день поделать, и несколько дней. И вы заметите, что вы стали бодрее, легче, осанка у вас появится. Вы увереннее станете. У вас взгляд появится такой, примагничающий. Потому что вы будете внутренне свободнее. А когда человек внутри свободен, это как свет. Люди же в основном зажаты. И они когда видят, что у человека свобода внутренняя, они как пчелы на мед летят. Да, это магнит обаяния, конечно. Ну, я вот 26 лет назад бросила рисовать. Хотя с детства очень сильно любила. И мне повезло, вот то, что я фенифтью занималась немножко. Ну, я прям, как сказать, блаженство было такое, когда вот занималась фенифтью. Мне деньги были. И вот вообще вот могла сутками работать, не вставая. Хотя эта работа такая сильно мелкая. Понимаете, да? Роспись по эмали. Миниатюра. Вот вы когда вспоминаете о любимом деле, у вас прямо, ну, прямо вы молодец. У вас прямо лицо красивит на глазах. Ну, потому что это есть о чем вспомнить. Так вот это надо. На любое счастье. Правильно. Поэтому, когда у вас стресс, начинаете делать разгрузку, переживаете, о чем переживается, не давите это, не угнетайте, не боритесь этим. Выпускайте этот пар. Потому что вы сейчас как на руках у мамы. Вот так. И когда уже отпускает, уже вспоминайте приятное, вспоминайте хорошее, вспоминайте себя счастливой. И вы заметите, у вас и гормоны начнут включаться, эндорфин вместо адреналина. И вы заметите, если вы так будете несколько дней делать, вы заметите, что у вас омоложение резкое пойдет. А рисовать начать снова? Конечно. У меня пока связи нет. Какой связи? Ну вот, как сказать, рисую как ребенок снова. Так и так надо рисовать как ребенок. Ну, раньше лучше рисовала, а сейчас у меня вот именно что вот как-то, как будто разучилась. Слушайте, когда вы делаете что-то от души, все хорошо, что сделано с любовью. Там есть правда, там есть правда. Там есть критерии правильности. Все делается, то, что делается от души. Искренне. А мастерство, мастерство, оно быстро нарабатывается. Быстро нарабатывается. Но то, что вы как ребенок можете рисовать, будучи взрослым, это такое счастье. Потому что художники великие, именно потому великие, что они сохраняли в себе вот эту детскую чистоту, детскую любознательность, детскую внутреннюю душевную щедрость, детскую переживательность. А техника, эта техника, господи, сегодня она такая, завтра другая. Главное, чтобы выразились вот именно как ребенок. Ребенок же просто лучше рисует, чем взрослый. Ну, конечно. Намного лучше других, чем взрослый, да, ждать. Конечно. Конечно. Вот когда взрослые могут включать. Сейчас я вам покажу рисунок внука такой, удивительный. Давайте, давайте. Вам видно? Да, я очки надену, сейчас увижу. Так, как мне его показать-то? Наверное, сколько ему, сколько ему? Ему 10 лет. Молодец какой. А что это он изобразил? Ну, какая-то типа горы, что ли, оттуда вылетают подарки. Это перед Новым годом. Понятно, понятно. Молодец. Ну, это просто экспромт такой. Ну, да, молодец какой, молодец. Неожиданные такие у него бывают. Молодец. Я вас смотрю на вас, какая вы красивая женщина. Ой, спасибо. Не, ну, я богу, ну, меня там уже не боятся, я уже взрослый человек, я поэтому, когда говорю, я от души говорю. Я тоже восхищаюсь очень. Я удивляюсь, как у вас хватает на все вот... Терпение, может быть, даже или как. Вы знаете, это характер. У меня дедушка был очень добрый человек. Дедушка. Это генетика. Я очень добрый человек, и поэтому я, сопереживательный. То есть, я когда с человеком разговариваю, я переживаю. Я начинаю видеть вещи его глазами, и поэтому я и был директором Центра защиты от стресса в Москве. То есть, я переживаю, и мне кажется, что это есть. И надо у людей это восстанавливать, потому что сейчас мир такой. Нас поставили в такие условия, что мы теряем человеческие качества. нам сказали, если ты умный, где твои деньги. Нам сказали много чего такого, что противно человеческой натуре. Надо восстанавливать человеческие качества, не слушать никогда никого, которые вот так вот говорят всякие глупости. надо делать то, что природа тебе предназначена, открывать свои таланты, открывать свои способности. Я вам честно скажу, вот я мужчина, да? Душа у меня, душа у меня женская. Душа, что это такое? Душа, это же женского рода. А дух у меня мужской. Дух мужской. То есть я очень непоколебим. Сильный. Я очень сильный в том смысле, что никогда никто меня не мог прогнуть. Я всегда занимался своим делом. Я всегда чувствовал, что я прав. А теперь оказалось, что я и прав и был. Просто вот эта постоянная борьба со временем меня покалечила очень сильно. Потому что я же все-таки, кроме души, еще и тела имею. Вот. Покалечила сильно. Но в принципе, в принципе, душа у меня женская. А дух у меня мужской. Непоколебимый. У меня воля вот в направлении того, чем я занимаюсь. Никогда никого не слушал. Когда они мне говорили какие-то советы. Они мне говорили, слушай, ну ты так не выживешь. Давай продавай все, что ты делаешь. Ну почему? Вот посмотри, люди так же делают. Они берут там тебе цены, обозначают. Людей дурачат. Скажи, что ты рак лечишь. Скажи, что ты все лечишь. Тебе деньги придут. Я никогда этого не делал. Я непоколебимый шел по своей вине. Поэтому я заслужил некое уважение. И люди мне доверяют. И я это очень ценил. Люди мне очень доверяют. Поэтому я очень ценю. Я поэтому, почему о душе сказал, что она у меня женская. Я добрый. А мужской ум у меня. Вот все-таки есть между женщинами и мужчинами природная разница. Я абсолютно в этом уверен. Когда в Америке говорят, что нет разницы между мужчиной и женщиной, они имеют в виду как права личности. Там же не имеется в виду, что в прямом смысле, что женщины это мужчины. Иначе бы они не были женщины и мужчины. Правильно? Они были бы... Речь там идет о правах. Но у нас же все вот так перемешивают, когда трансформируют всякие смыслы, слов и так далее. Поэтому так получилось, что очень много проблем связано с тем, что неправильно люди выражают свои мысли. Мне очень понравилось то, что вы говорите, что надо людей собирать, именно значимых таких людей. Как вы, я думаю, как Бубновский, наверное, еще. Он 27 лет сходил на костылях и себя создал. И создал систему для людей. Но я думаю, что на самом деле это очень всем нужно. Собирать именно вот и слышать этих людей. Всем. Ну, конечно, нужно. Как это сделать? Как это вот... Это невозможно. Невозможно? Почему? Это очень сложно, потому что каждый человек настолько глубоко погружен в свои заботы, даже хорошего рода заботы, не слышит другого человека. У него времени нету, и у него ничего нету. Ну, человек – это вселенная. Поэтому и бывают последователи. Последователи в этой школе учатся, у Бубновского, в моей школе учатся. У меня прекрасный есть друг. Но вы же говорили объединение. Так я хочу так. Я хочу, чтобы услышать вас. Они не могут. Они не могут. Они в жизни задействованы. Это я немножко себе могу позволить. Понимаете? Они не могут. Они сильно задействованы в жизни. Я-то немножко могу, потому что я такой по натуре. У меня друг Михаил Козинник, у которого прекрасная школа. Интересный очень человек тоже. Ну, великолепный, но гениальный человек. Такой даровитый. И он пытается дать примеры, пытается объяснить людям, что без культуры и образования мы погибнем. И он постоянно выступает с этим. И он учит педагогов, чтобы они с детьми правильно работали. Чувство гармонии передает. Молодец. Ну, гениальный человек. Что-то сказать. Но у него же тоже нет времени со мной встретиться. Мы с ним только переписываемся, мы с ним друзья, но тоже нет времени. Он все время летает туда-сюда. Он все время проводит своими... Вот со мной в скайпе вы же можете поговорить? Открыто? Для других? Или нет? Он же должен для этого сесть вот так вот и разговаривать. А ему в это время там кто-то звонит и что-то ему кажется там надо вот это сделать. Правильно? То есть все настолько задействованы. Хотелось бы всех... Конечно, конечно. Вот у меня друг был еще, который вот... Ну, его сейчас нет уже. Много-много лет, который он... Новатор был, педагог. Новатор Щетинин. Миша Щетинин. Слышала про него тоже. Мой товарищ был, да. Он у нас в Дагестане. У нас в Дагестане еще вот есть. Это было сколько лет назад. Щетининская школа есть и сейчас есть. Это мой приятель. Вот. И помню, что он в Кизляре городе, Кизляр в Дагестане, начинал, ввел впервые в истории СССР уроки, которые длились не по 45 минут, а 20 минут. А между ними были перерывчики подольше, подольше. Да. И эти инновации его сколько там вот не понимали. А потом оказалось, что это очень здорово, что дети, которые учились в его классе, выигрывали потом, оказалось, в волейболе, других старшеклассников. Да. Потому что они развивались. Ну, Миша Щетининская. Но я же с ним тоже не мог встретиться. Извиняюсь. Столько лет я не мог с ним встретиться, потому что он занят своими делами. Угу. Да. Это тоже из такая... Он подошел прям почему-то. Знаете что, я вас целую ручку до следующего раза. Я думаю, что мы еще с вами будем дружить дальше и кое-что полезного многое сделаем. Вы очень трогательный человек. Раз вас беспокоят, чтобы люди, которые что-то работают над чем-то, чтобы они дружили, соединялись, создавали новое. Я именно этим как раз таки я беспокоен. Я как раз это и хочу. И очень хорошо, видите, мы с вами поговорили. Оказалось, что мы единомышленники. Я вас перебила по Щетинину, да, что-то? Ничего, ничего. Но уже его нету, к сожалению. несколько. Ну, вот буквально недавно его уже нету. Да. И там его школа за что-то борется, там как-то отстоять свои права, там что-то такое. Да. Ну, я им тоже, я же ему писал тоже, Мишенька, привет, откликнешь. И даже ему не передали мое письмо. Ну, это же, это же жизнь. Ну, что там. Ну, босса. Ладно. Еще раз целую ручку. Ага. До встречи. Я вам хочу показать. Да. Можно показать? Видно вам? Да, покажите, покажите. Видно или нет? Мы сами рисуем. Нет, вот эту девочку. Я вижу, очень хорошенькое. Состояние. Да, 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 очень хорошенькое. Это что за девочка? Здравствуйте. Это была открытка просто, когда-то я купила. Мне очень нравится. Очень хорошо. Ну, очень. Очень. Хочется в таком состоянии быть. Да, да, да. Она в уютном состоянии, как в норке такой, да. Книжок идет, а она такая радостная прям. Вы знаете, я вас потом научу и вообще всю школу научу, как использовать вот этот комфорт, когда ты просыпаешься в степлой подушке, потом в нужный момент вот этот комфорт у себя получать, даже когда сильный ветер, снег, чтоб ты мог это ощущение, вот как у девочки сейчас на открытке, как она вот так стоит, в уютном, как у себя в доме. Да, прямо у нас не было. Ну, хорошо, мы об этом потом поговорим. Спасибо вам большое. Вы мне подняли настроение. Я опять увидел, что человек, человек на самом деле прекрасен. Как только вот мы с чего начали, вы были напряженные такая, а потом мы вышли на нормальный человеческий язык, а теперь я вижу, как вы прекрасны. поэтому я всем хочу сказать, что человек по своей природе прекрасен, когда он снимает стресс. Да-да-да-да-да. Да, согласен. Благодарю вас. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok